Hello, hello, пресса! У вас, друзья, вы смотрите канал OK English. Меня зовут Елена Викторовна, мы с вами продолжаем разбирать 100 популярных английских разговорных фраз. Это вторая часть урока. В первой части мы разобрали 25 фраз, и сегодня вас ждет еще 25 фраз с примерами. Напомню, что такое фраза. Это не предложение, это часть предложения, в которой может ничего не меняться, могут меняться какие-то элементы, какие-то, может быть, грамматические формы, но в целом это элементы, из которых, собственно говоря, строится предложение. А предложение – это то, из чего строится наша речь. Поэтому, конечно, нужно наполнять себя популярными разговорными шаблонами, если вы хотите научиться поддерживать разговор на английском языке. Я надеюсь, что этот курс поможет вам в этом. Благодарю вас за обратную связь по поводу первого урока. Я очень рада, что вы тепло приняли материал, что вам очень понравился этот курс. Поэтому я продолжаю его, друзья мои. Спасибо вам за то, что откликнулись. И поехали. Итак, sentence structure number 26. How dare you? Как ты смеешь? Это фраза эмоциональная. Мы можем сказать ее, если мы возмущены, если нас раздражает действие человека, если мы в шоке от того, что он сделал. How dare you call me fat? Как ты смеешь называть меня толстой? То есть, кто ты вообще такой, чтобы называть меня толстой? How dare you call me fat? Dare – это очень редкий модальный глагол. Он практически полностью потерял свою модальную функцию, но иногда все-таки вы можете его встретить именно как модальный глагол, глагол сметь. И в данном случае мы видим, что dare занимает ту же позицию, что can, could, may, might, shall, should. То есть, ведет себя как модальный глагол. И, соответственно, после dare, здесь у нас структура как в вопросе, но видим, что это эмоциональное восклицание. Так вот, здесь представьте все-таки, что это вопрос. Вместо восклицательного знака стоит вопросительный. Мы видим, что структура стандартная. How – вопросительное слово. Dare – модальный глагол. You – автор действия. И действия, которые мы подаем в форме инфинитива. Call – называть. How dare you call me fat? How dare you speak to me like that? Как ты смеешь говорить со мной таким образом? Если вам кто-то говорит с вами, может быть, невежливо, некультурно, или вдруг бронится, да, вы этого совсем не ожидали, и вы считаете, что вы не заслуживаете такого отношения, скажите ему. How dare you speak to me like that? How dare you? Видим, структура не поменялась. Speak to me – говорить со мной like that. Speak to someone или speak with someone – это говорить с кем-то, обращаться к кому-то. Like that – таким образом. How dare he do that to me? Как он мог так поступить со мной? Как он посмел со мной так поступить? Все-таки здесь лучший вариант, как он мог так поступить, и с dare, точно так же, как и с другими модальными глаголами, у нас есть несколько вариантов перевода, подбираем тот, который нам более удобен. How dare he do that to me? Видим, что наше возмущение уже касается не непосредственно собеседника, а его, какого-то мужчины. How dare he do that to me? How dare you turn him down? Как ты могла его отклонить, отшить, отправить? Turn down – отклонить, имеется в виду предложение этого человека. How dare you turn him down? Как ты могла отклонить его предложение? Еще разочек повторяем наши примеры. How dare you call me fat? How dare you speak to me like that? How dare he do that to me? How dare you turn him down? How dare you? Видим, женщина такая эмоциональная, да? Запомните эту фразу. Отличный вариант, и встречается она нередко. Фраза номер 27. How do you like? В каком виде тебе это нравится? Вам нравится? Тебе нравится? Что интересного? Видим, что после like здесь следующий идущий глагол у нас будет стоять в форме герундии. Напоминаю, герундия – это глагол в инговой форме. Инг часто называют окончанием, но грамматически все-таки инг ближе к суффиксу, а не к окончанию. Итак, how do you like? Как вам это нравится? В каком виде вам это нравится? Вам это нравится? То есть how может даже и не переводиться. How do you like your new apartment? Тебе нравится твоя новая квартира? Ну как тебе твоя новая квартира? How do you like your new apartment? Apartment – квартира. Так говорят американцы. Flat – более британское слово. How do you like your new colleagues? I love them. Тебе нравятся твои новые коллеги? Ну как тебе твои новые коллеги? Я их обожаю. Они мне очень понравились. I love them. Тут не переводим буквально, что я их люблю. Было бы, наверное, странно любить своих коллег. Но love здесь показывает сильное чувство позитивное. Мне они очень нравятся. Отличный вариант перевода. Слово colleague – коллега. They are very friendly to me. Они со мной очень дружелюбны. Продолжение этой фразы. How do you like your new colleagues? I love them. They are very friendly to me. Be friendly to someone. Быть с кем-то дружелюбным. То есть относиться к человеку хорошо, по-дружески. Вот как у нас говорят. How does your mother like the tea set? Твоей маме понравился чайный сервис? Tea set. Чайный набор – чайный сервис. Set – набор. How does your mother like? Здесь уже говорим не о тебе, а о маме. То есть маме это понравилось? Как оно маме понравилось? How does your mother like the tea set? И вот пример, видите, steak. How do you like your steak? В каком виде вам нравится steak? И помним, что есть разные виды прожарки. Хорошая прожарка – well, medium, средняя прожарка. Rare – совсем с кровью. Кровяной красный центр. Итак, если будете в ресторане, если официант вас спросит, в каком виде вам подавать steak, how do you like your steak? Он скажет, скорее всего, так. Вы ответите – well. Или, например, Miriam, если любите, чтобы он был не совсем зажаренным. Повторяем еще разочек примеры. How do you like? Вам нравится? Как вам это? В каком виде вам это нравится? How do you like your new apartment? How do you like your new colleagues? I love them. They're very friendly to me. How does your mother like the tea set? Итак, 28-я фраза. How long does it take? Сколько времени занимает? Эта конструкция входит в обязательную грамматику. Мы проходим ее в плейлисте. Английская грамматика для начинающих. Красный Мерфи. Есть отдельный урок по работе с данной структурой. Но я вам расскажу просто суть. Итак, в этой структуре обязательно используется формальное подлежащее it, которое здесь, вероятнее всего, заменяет слово time – время. Take – занимать, но работает в связке со временем. It takes – это занимает времени. Если вопрос задается в настоящем, то он будет выглядеть примерно так. How long does it take? Сколько времени у вас на это уходит? Сколько времени занимает? После take мы указываем через частицу to действие, которое, естественно, занимает какое-то время. Мы можем задавать вопрос также в прошлом и в будущем. И он будет звучать так. How long did it take? Сколько у тебя заняло времени на указанное действие? How long will it take? Сколько у тебя займет времени? И может быть дан ответ. It takes me – у меня это занимает. It took me – у меня это заняло. На это у меня ушло столько-то времени. It will take – это займет времени. Вопросительная связка how long, скорее всего, будет присутствовать, но вопрос может быть задан немножко по-другому. Здесь проходим только этот вариант. How long does it take to get to the station by subway? Сколько времени занимает добраться до станции с помощью метро? Итак, how long does it take? Сколько времени занимает? Иногда у нас после take также указан человек, у которого на это уходит время. Например, можно сказать how long does it take you to get to the station? Чтобы добраться до станции. By subway на метро. Subway – так метро называют в Америке, особенно в Нью-Йорке. Чисто нью-йоркское слово, именно там оно появилось. How long will it take to build the stadium? Сколько времени уйдет на постройку стадиона? Вот вам пример вопроса в будущем. Что поменялось? Поменялся вспомогательный глагол. Меняется по стандартным правилам. И, кстати, все три вопроса иллюстрируют вообще, как меняется вспомогательный глагол, как меняется вопрос, в зависимости от того у нас past simple, present simple или future simple. Итак, how long will it take to build the stadium? Сколько времени уйдет? На что? На какое действие? To build – чтобы построить. The stadium – стадион. How long did it take you to knit this sweater? Сколько времени у тебя ушло, чтобы связать этот свитер? Итак, видим, что после to может быть указано абсолютно любое действие. Get – добраться. Build – построить. Knit – связать. Sweater – соответственно, свитер. И только в третьем вопросе у нас появился человек, у которого на это ушло время. How long did it take you to knit this sweater? И видим, что у нас поменялся вспомогательный глагол. How long does it take? Настоящее. How long will it take? Будущее. How long did it take? Прошлое. Запоминаем все эти примеры. Отличные примеры. Мне они очень нравятся. К сожалению, ответов здесь нет. И вот такой интересный мем здесь. How long does it take to fall in love with you? Сколько времени нужно, чтобы в вас влюбиться? It takes three seconds to fall in love with your smile. Нужно всего лишь три секунды, чтобы влюбиться в твою улыбку. It takes one date to fall in love with your personality. Нужно одно свидание, чтобы влюбиться в тебя, как в человека. It takes four days to fall in love with you completely. И нужно всего лишь четыре дня, чтобы влюбиться в тебя полностью. Очень позитивная, жизнерадостная штука. На самом деле, сколько там нужно, чтобы влюбиться, правда? Итак, перечитываем наши примеры. How long does it take to get to the station by subway? How long will it take to build the stadium? How long did it take you to knit the sweater? Фраза 29. How often? Как часто? Обычно данный вопрос мы используем во временах simple. How often is there a leap year? Как часто бывает высокосный год? Leap year, кто не знал, высокосный год. То есть тот, в котором не 365 дней, от 366. 366 days. Leap year. How often is there a leap year? Почему здесь нужно there? Потому что мы говорим о существовании этого года. Мы не говорим о том, что он делает. Он ничего не делает, он просто существует. Вот когда у нас какой-то объект, есть, имеется, находится или существует, то для этого используем формальное подлежащее there. How often is there a leap year? How often is there a flight to Shanghai? Как часто есть рейс до Шанхая? Здесь та же самая структура. Flight, рейс, имеется в виду рейс самолета to Shanghai, до Шанхая. How often do you write to your parents? Как часто ты пишешь своим родителям? Write to your parents, писать твоим родителям. Тоже очень простые вопросы. How often, видите, часики, иллюстрируют суть данного вопроса. How often is there a leap year? How often is there a flight to Shanghai? How often do you write to your parents? Фраза номер 30. I bet. Спорим. Эта фраза поможет вам поддержать разговор, когда вы хотите сказать что-то, например, а спорим будет так, а спорим выйдет таким образом. I даже очень часто не переводится, можно говорить «спорим». И смотрите, сразу после bet, без каких-либо союзов, мы следующим предложением даем пояснение, о чем мы спорим. I bet we're lost. Спорим, мы потерялись. Be lost – это потеряться, или заблудиться. I bet we're lost. Спорим, мы заблудились, мы потерялись. I bet he is home now. Спорим, он сейчас дома. Обратите внимание, he is home – не нужен предлог at, хотя можно было бы сказать he is at home. Слово home не требует, вместе с глаголом be – предлога. То есть, he is home, естественно, все понимают, как он дома, а не он является домом. То есть, было бы бессмысленно так переводить фразу. И вот такой вот вариант – не редкость. Друзья мои, I bet he is home now. Спорим, он сейчас дома. I bet he will win the prize. Спорим, он победит. Спорим, он выиграет приз. I bet he will win the prize. То есть, видимо, очень простая фраза, и фраза как бы такая, немножечко эмоциональная. То есть, самое главное, что запомним, что при переводе у нас появится слово «что». Спорим, что мы потерялись. Спорим, что он сейчас дома. Спорим, что он победит. В английском ничего, никаких союзов в данном случае не нужно. Спорим, I bet we're lost. I bet he is home now. I bet he will win the prize. Sentence structure number 31. I can hardly believe. С трудом верится. Hardly, едва ли, с трудом. I can hardly believe. Я с трудом могу в это поверить. То есть, мне не верится в это. И сразу после believe, точно так же, как сразу после bet в предыдущей фразе, мы давали пояснение в виде отдельного предложения. Можем давать пояснение в данном случае через союз, можем, опять же, этого не делать. Все зависит исключительно от человека. Но так как фраза I can hardly believe она уже длинная, то хочется добавить здесь that, то есть, с трудом верится во что. И that, как отправная точка, мы от нее оттолкнулись и начали пояснять нашу мысль. I can hardly believe that he's deaf. He can understand us so well. Мне с трудом верится, что он глухой. Он понимает нас настолько хорошо. То есть, я смотрю на него, он реагирует на все наши слова, да, и мне говорят, he's deaf, он глухой. I can hardly believe that he's deaf. Мне с трудом верится, что он глухой. И дополнительное пояснение he can understand us. Он может нас понять. Как понять? So well. Так хорошо. Он нас так хорошо понимает. I can hardly believe that he's deaf. He can understand us so well. I can hardly believe that Paul was put in prison for bribery. Мне с трудом верится, что Пола отправили в тюрьму за взятку. Я не верю. Мне в это трудно поверить. С трудом верится, что Пола посадили в тюрьму за взятку. Итак, be put in prison – это человека отправили в тюрьму. Be put – это пассивный залог. Вариант глагола be выглядит как was. Put – это третья форма глагола. Так можно, наверное, не догадаться, но понимая грамматику, понимаешь, конечно, что здесь put может стоять только в третьей форме. Слово bribery – это взяточничество. Bribe – это взятка одна, как вы даете взятку. А bribery – это уже как факт приема взяток. Взяточничество. I can hardly believe what I have seen. С трудом верится в то, что я только что увидел. То есть я сейчас стою в шоке. Почему? Потому что я нахожусь под впечатлением того, что только что произошло. Результат действия налицо, поэтому действие, то, что после what, I have seen, мы подаем в форме present perfect. I can hardly believe what I have seen. I can hardly believe that I won this match. С трудом верится, что я победил в этом матче. Итак, фразу запомнили, она у нас, к счастью, не меняется. I can hardly believe. Слово that может меняться, как видите в третьем примере. Можно даже не говорить that и, например, сказать I can hardly believe he's deaf. I can hardly believe Paul was put in prison. А вот в третьем примере I can hardly believe I have seen нельзя сказать, потому что потеряется смысл. Здесь его вот передает важный смысловой акцент. Мне с трудом верится в то, что я только что увидел. Еще разочек повторяем примеры. I can hardly believe that с трудом верится, что I can hardly believe that he's deaf. He can understand us so well. I can hardly believe that Paul was put in prison for bribery. I can hardly believe what I have seen. Фраза 32 I can't help. Не могу не. Почему-то эта фраза многим не дается. Видим can и сразу считаем, что говорим о возможностях. И некоторые полагают, что I can't help, это я не могу помочь. Иногда действительно так оно и есть. Но, друзья мои, здесь у нас особый случай, потому что сразу после help вы увидите глагол в форме герунди. И вот когда у нас связка I can't help laughing, например, I can't help noticing, I can't help feeling, I can't help doing, то есть, в общем, у нас должен быть глагол с in, и вот в этом случае I can't help переводится совсем не так, как ожидаешь. Переводится как я не могу не делать этого. То есть, не могу удержаться, чтобы сделать это. I can't help laughing every time I think of that. Я не могу не рассмеяться каждый раз, когда я об этом думаю. То есть, какая-то смешная история случилась, я не каждый раз, когда думаю, я смеюсь. I can't help laughing every time I think of that. I couldn't help noticing your ring. It's beautiful. Я не могла не заметить твое кольцо. Ну, так прекрасно. Конечно, не могла. Я же специально тут сижу и показываю это кольцо, чтобы кто-то наконец-то его заметил. И когда меня наконец-то похвалили, I couldn't help noticing your ring. Я не могла не заметить твое кольцо. It's so beautiful. Я сижу такая, ах, слава богу, день удался. Итак, notice – это замечать что-либо. Видим, что здесь произошло изменение. Can't поменялось на couldn't. Но, в принципе, суть фразы это не поменяло. I couldn't help noticing. Просто я не могла не заметить тогда, да, чуть ранее это кольцо. I can't help but feel sorry for him. Я не могу не пожалеть его. Итак, здесь у нас произошло изменение опять же конструкции. Мы после I can't help даем предлог. But. I can't help but feel sorry. Вот когда у нас глагол идет через предлог, мы уже его в инговую форму не ставим. Но можно было бы сказать то же самое. I can't help feeling sorry for him. Также абсолютно грамотная ситуация. Feel sorry – это жалеть кого-то. То есть, когда вы хотите человека пожалеть, вам его жалко, хочется ему посочувствовать. Вот это ощущение в английском называется feel sorry. I can't help remembering how beautiful she looked. Я не могу не помнить, как прекрасно она выглядела. Remember помнить. Видим, что в первом, втором, четвертом примере каждый раз мы встретили герундий. Laughing. I can't help laughing. I couldn't help noticing. I can't help remembering. Еще одна фраза. I can't help fall in love with you. Я не могу не влюбиться в тебя. But I can't help fall in love with you пел Элвис Пресли. Отличная песенка. Итак, повторяем еще раз примеры. I can't help laughing every time I think of that. I couldn't help noticing your ring is beautiful. I can't help but feel sorry for him. Либо I can't help feeling sorry for him. I can't help remembering how beautiful she looked. Тридцать третья фраза. I can't say. Не могу вам сказать. Не знаю. не уверен. Когда вас кто-то спрашивает ну что ты скажешь по этому поводу? А у вас какого-то сформированного мнения нет. И вот вы в этом случае отвечаете I can't say. I really can't say. I can't say for certain. Не могу вам сказать наверняка. То есть я на сто процентов не знаю, поэтому ничего вам не скажу. I can't say who did the best. Не знаю, кто проявил себя лучше всего. Do the best это как проявить себя лучше всех остальных. Но тоже контекстная фраза и здесь без контекста понять трудно. I can't say who did the best. Не могу точно сказать кто был лучше всех. I can't say with any certainty that eating less can be a cure for obesity. Я не могу вам наверняка сказать, что если вы будете есть меньше, то вы излечитесь от ожирения. Конечно, ожирение как медицинское явление а obesity запомните. Это медицинский термин. Это комплекс неприятных факторов, которые воздействуют на ваше тело. И, конечно же, дело не всегда в одной лишь еде. Поэтому вот такая вот фраза I can't say with any certainty. То есть на 100% я вам не могу сказать certainty уверенность. Дословно я не могу сказать вам со всей уверенностью, ну, как-то не совсем по-русски. Я вам на 100% не гарантирую that eating less что кушанье меньше или есть меньше, тут лучше переводить глаголом eating ерунди can be a cure может стать лечением be a cure излечить что-то, быть лечением от чего-то for и вид в данном случае obesity ожирение I can't say how I feel не могу вам сказать как я чувствую то есть я вам точно не могу этого описать I can't say не могу сказать не знаю не уверен I can't say for a certain I can't say who did the best I can't say with any certainty that eating less can be a cure for obesity фраза 34 I cannot wait to можно также говорить в сокращении I can't wait это фраза точно так же как и I can't help не переводится дословно I can't wait это не значит что вы не можете ждать чего-то вы не можете дождаться вы уже ждете с нетерпением и никак не дождетесь чего-то там после wait через to и инфинитив мы даем чего вы не можете никак дождаться никак не могу дождаться чтобы увидеть мою семью так жду так жду и не дождусь я никак не дождусь новостей от тебя не могу дождаться чтобы услышать от тебя hear from someone это услышать от человека новости то есть получить от него новости даже не обязательно услышать это может быть например и смс но это все равно будет какая-то новость от него I can't wait to hear from you I can't wait to buy a computer я не могу дождаться того чтобы купить компьютер I can't wait to buy a computer жду-жду уж никак не дождусь да когда же наконец-то это случится I can't wait то есть видите фраза передает такое вот очень сильное ожидание ее нельзя переводить ровно и спокойно I can't wait to see you никак не могу дождаться чтобы увидеться когда же мы увидимся трудно этого дождаться I can't wait не могу дождаться I can't wait to see my family I can't wait to hear from you I can't wait to buy a computer I dare say мы уже сталкивались с there как модальным глаголом здесь та же самая ситуация сразу после there как и после любого модального глагола can, could, should, might и так далее мы используем инфинитив без частицы to I dare say осмелюсь сказать смею заметить осмелюсь предположить и так далее I dare say you will succeed in the election смею предположить что вы победите на выборах и так довольно-таки сложная фраза I dare say сразу после say вы даете следующим предложением мы уже сталкивались с этим явлением вашу мысль при этом в русском языке при переводе надо что-то добавить осмелюсь предположить что I dare say и дальше мысль you will succeed вы преуспеете то есть вы победите в данном случае in the election на выборах election это выборы то есть как вот выборы президента там или председателя и так далее succeed in the election соответственно победить потому что на выборах может быть только один исход для человека позитивный он выиграет либо он проиграет I dare say he won't come смею заметить или осмелюсь предположить что он не придет I dare say he won't come то есть я как бы не очень хочу говорить об этом но сейчас я уже вынуждена все-таки предположить хоть кто-то и не хочет этого слышать что он не придет he won't come мини-диалог I would imagine he's forgotten I dare say he has ну думаю что он просто забыл да смею заметить что наверное да что так оно и случилось I would imagine могу представить могу предположить что именно he's forgotten он забыл has forgotten present perfect I dare say he has да смею заметить что так оно и есть то есть не хочется об этом говорить но все-таки мы скажем и картинка don't you dare say that не смей так говорить то есть видимо какая-то совсем была сильная эмоция у Джои из сериала друзья I dare say осмелюсь сказать смею заметить смею предположить I dare say you will succeed in the election I dare say he won't come I would imagine he's forgotten I dare say he has фраза 36 I'd like you to я бы хотел чтобы ты это сделал итак фраза I'd like you to я бы хотел чтобы ты после ту указываем то что я хочу чтобы человек сделал эта фраза вежливая would здесь придает вот этот вот элемент вежливости то что в русском передает частичка бы обязательно после ту после I'd like у нас стоит ту и инфинитив нельзя в этом случае никогда использовать глагол с ин I'd like you to fetch some boiled water я хочу чтобы ты принес горячей воды I'd like you to fetch после I'd like you to я указываю что я хочу чтобы ты сделал я бы хотела чтобы ты принес fetch пойти принести some boiled water some выпадает при переводе boiled это горячий water вода I'd like you to fetch some boiled water I'd like you to send for a doctor я хочу чтобы ты послал за доктором я бы хотела чтобы ты позвал доктора I'd like you to look after my baby for a while я бы хотела чтобы ты немножко последила за моим малышом for a while это недолго небольшой период времени look after это следить за кем-то то есть чтобы этот кто-то был в безопасности I'd like you to look after my baby for a while то есть например мамочке молодой надо уйти папа на работе а ребенка с собой не возьмешь я тоже была в таких ситуациях поэтому фразу такую я бы использовала если бы я была например в Америке если бы и было что-то чтобы я хотела чтобы вы помнили это и дальше какая-то мысль так повторяем наши фразы I'd like you to я бы хотел или я бы хотела чтобы ты и далее то что ты сделал бы I'd like you to fetch some boiled water I'd like you to send for a doctor I'd like you to look after my baby for a while 37-я фраза I'd hate for you too мне бы не хотелось чтобы ты я не хочу чтобы ты и точно так же как в предыдущей фразе у нас после ту будет стоять действие которое мне бы не хотелось чтобы ты делал или вы делали Вуд опять же придает фразе вежливый оттенок поэтому ее можно использовать как и фразу I'd like you to даже с посторонними людьми это все равно будет звучать вежливо I'd hate for you to think I didn't care мне бы не хотелось чтобы ты думал что мне все равно I care это мне не все равно я имею чувства по этому поводу I didn't care то есть мне пофиг я никаких чувств не испытываю поэтому фраза I'd hate for you to think I didn't care мне бы не хотелось чтобы ты думал что мне все равно то есть что мне на это плевать that I didn't care и вот картинка I care for you always я всегда думаю о тебе то есть я всегда забочусь о тебе у меня есть к тебе чувства и даже я тебя люблю как вариант перевода фраза care I care очень часто работает как ни странно друзья мои как заменитель I love you то есть когда не хотим напрямую говорить I love you говорим I care for you for you обратите внимание предлог for I'd hate for you to miss the party мне бы не хотелось чтобы ты пропустил праздник то есть какое действие miss пропустить не успеть the party праздник I'd hate for you to miss the party не хотелось бы чтобы ты пропустил праздник нужно просто запомнить перевод этой фразы дословно I would hate for you to не переводится то есть я бы ненавидел для тебя чтобы да то есть вообще никакого смысла поэтому hate здесь не переводится как ненавидеть hate передает чувство которое нам бы не хотелось испытывать мне бы не хотелось чтобы вы покидали нашу компанию то есть я прихожу увольняюсь а шеф вдруг понимает боже какой прекрасный сотрудник уходит и говорит мне I'd hate for you to leave our company и начинает предлагать бонусы повышение зарплаты и т.д. в идеальном мире друзья мои а в не идеальном мире босс даже не замечает что уходит хороший сотрудник leave это уходить оставлять покидать leave our company оставлять нашу компанию I'd hate for you to get sick мне бы не хотелось чтобы ты заболел get sick заболеть и действие которое мне бы не хотелось чтобы ты испытал ну так как я вижу что у тебя сопли льют кашель там кажется уже щеки порозовели температура я говорю I'd hate for you to get sick но кажется кажется ты уже got sick I'd hate for you to я не хочу чтобы ты мне бы не хотелось чтобы вы hate дословно не переводится в этой фразе I'd hate for you to think I didn't care I'd hate for you to miss the party I'd hate for you to leave our company I'd hate for you to get sick sentence structure number 38 if it hadn't been for если бы не смотрите друзья мои здесь if и в этих предложениях во-первых будет вторая часть главная часть и также у нас будут использоваться правила условных предложений причем третьего типа что это за третий тип такой напомню в двух словах всего у нас существует четыре типа условных предложений нулевой первый второй и третий так вот третий грамматический он самый громоздкий потому что в первой части в одной части где у нас if мы используем past perfect had и третья форма глагола а в главной части мы используем would плюс perfect на инфинитив то есть would have и глагол в третьей форме получается нагромождение третьих форм вспомогательных или модальных глаголов и получается огромная такая вот колбаса предложения но для носителей языка в общем-то постепенно они становятся довольно-таки гармоничными и понятными я надеюсь что так же это случится и с вами после практики if it hadn't been for your help my experiments would have failed если бы не твоя помощь мои бы эксперименты провалились и так забыла вам еще сказать одну вещь о третьем типе условных эти предложения всегда говорят о прошлом о нереальных ситуациях в прошлом то есть смотрите по факту что у нас случилось ты мне помог мои эксперименты прошли хорошо и я сижу думаю боже мой а вот если бы ты мне не помог if it hadn't been for your help что бы случилось my experiments would have failed у меня бы пропали все эксперименты ничего бы не получилось то есть здесь третий тип позволяет выразить альтернативное прошлое которое которого в принципе не произошло if it hadn't been for the lifeboat I would have drowned если бы не спасательная шлюпка я бы утонул и так if it hadn't been не обязательно будет только такое начало условных предложений третьего типа но вот в данном случае вот такое вот оно и так слово lifeboat жизненная лодка если переводить дословно спасательная шлюпка то есть та которая спасает жизнь life if it hadn't been for the lifeboat I would have drowned я бы утонула смотрим что у нас совпадает с предыдущим предложением if it hadn't been совпадает if it hadn't been и во второй части в главной части would have и третья форма would have третья форма if it hadn't been for her careful arrangement the party would not have been a success если бы не ее тщательные приготовления праздник бы не получился таким успешным да итак if it hadn't been for her careful arrangement careful это аккуратный тщательный arrangement это приготовление соответственно careful arrangement это тщательные приготовления вот как знаете часто в американских фильмах пока готовится к свадьбе да мало того что ее целый год планируют там до мелочей планируют платье там какие-то украшения какие будут цветы в свадебной арке как будут завязаны салфеточки на столе вот это все называется careful arrangement тщательные приготовления if it hadn't been for her careful arrangement the party would not have been a success праздник бы так отлично не прошел be a success то есть пройти с успехом достичь успеха разные варианты перевода данной фразы success это успех то есть быть успешным be a success в английском как основной вариант перевода и видим снова would потом частица not если она нужна have и третья форма глагола еще разочи считаем эти примеры if it hadn't been for your help my experiments would have failed if it hadn't been for the lifeboat I would have drowned if it hadn't been for her careful arrangement the party would not have been a success и песня Adèle if it hadn't been for love если бы не любовь и что-то там дальше тридцать девятая фраза if there is one thing that мы уже видели эту фразу вот здесь в этом меме if there is one thing that не обязательно it's сейчас мы увидим еще раз как эта фраза работает но более детально if there is one thing that единственное что единственная вещь которая и дальше у нас после окончания первой части предложения идет it's вторая часть смотрим как это работает если есть что-то что меня бесит это люди которые не держат своих обещаний не держат своего слова и так видим if there is one thing that annoys me после that нужно какое-то пояснение в данном случае that конечно нельзя убрать друзьям потому что that занимает ячейку подлежащую поэтому вот конкретно этот вариант случая этот вариант ситуации он будет that всегда и дальше после it идет вторая часть обратите внимание даже несмотря на то что у нас здесь люди people все равно мы говорим it's в начале второго предложения if there is one thing that annoys me it's people who don't keep their promises keep promises это держать слово то есть придерживаться своих обещаний if there is one thing that disappoints me it's his failure to arrange his time responsibly если есть что-то что меня расстраивает это его неумение организовать свое время то есть ответственно организовать свое время итак if there is one thing that не поменялось disappoints me расстраивает меня видим что после that у нас будет какой-то глагол причем глагол с окончанием as как после he does she eat disappoint расстраивает расстраивает меня disappoints me it's и дальше пояснение his failure его неумение failure имеет много вариантов перевода в данном случае используемся вариантом неумения неумения что делать to arrange организовать his time его время responsibly ответственно то есть хорошо организовать свое время единственное что меня в себе расстраивает это моя забывчивость здесь хорошо перевести единственное что меня расстраивает все остальное я в себе люблю все мои трещинки все мои изъяны вот единственное что меня в себе расстраивает if there is one thing that upsets me it's my forgetfulness это моя забывчивость forget забывать forgetful забывчивый и ness все это превращает в существительное forgetfulness if there is one thing that surprises me it's his winning the competition единственное что меня удивило или то что меня удивило это то что он победил смотрите if видите здесь не совсем делает предложение условным if даже я бы сказала выпадает при переводе if there is one thing that surprises me и дальше что же это it's he's winning его победа the competition в соревновании кстати у нас есть разбор почему he's winning the competition почему здесь нужен герундий почему перед этим перед герундиям стоит his мы говорили об этом в грамматике hewings это грамматика уровня advanced не пугайтесь слово advanced высокий уровень друзья мои там на самом деле все те же самые правила просто рассматриваются какие-то нюансы которые мы упустили в предыдущих двух книгах так вот если вы зайдете в урок 30 который посвящен теме инфинитив и герундий там у меня по моему в самом первом пункте идет объяснение почему his и почему после этого герундий winning если интересно зайдите посмотрите это зеленая грамматика третьего уровня автора ее hewings не Murphy итак competition соревнования и последний пример if there is one thing that interests me it's fashion design единственное что меня интересует это fashion design то есть дизайн модной одежды interest это интересовать видите встретилось нам это слово как глагол fashion моды design design и что у нас тут на картинке if there is one thing that I'm guilty of it's loving and giving when you take too much единственное в чем я виноват здесь немножечко видите по другому фраза стоит that I am guilty of be guilty of быть виноват if there is one thing that I'm guilty of it's это loving and giving любить и отдавать when you take too much когда ты только берешь ну вот такая вот картинка у нас и повторяем еще раз примеры видите на этом слайде их довольно таки много if there is one thing that единственное что if there is one thing that annoys me it's people who don't keep their promises if there is one thing that disappoints me it's his failure to arrange his time responsibly if there is one thing that upsets me it's my forgetfulness if there is one thing that surprises me it's his winning the competition if there is one thing that interests me it's fashion design итак фраза 40 I have no idea понятия не имею классная картинка I have no idea what I'm doing понятия не имею что я делаю отлично иллюстрирует данную фразу когда вы понятия не имеете что вообще происходит что вы делаете так и говорите I have no idea часто фраза употребляется даже без дополнительных каких-то пояснений I have no idea that she was a thief я понятия не имел что она воровка I had no idea видим даже в прошлом времени можно использовать после that даем пояснение thief это вор ну в данном случае she was a thief соответственно она была воровкой he has no idea how to operate these machines он понятия не имеет как управляться с этими устройствами how to operate как управлять operate управлять оператор соответственно который управляет машиной machine не обязательно переводить как машина это устройство аппарат но машина на которой ездим это все-таки car в английском языке I have no idea what time it is понятия не имею сколько сейчас времени видим очень простой оборот I have no idea понятия не имею I had no idea that she was a thief he has no idea how to operate these machines I have no idea what time it is фраза 41 I've got to эта фраза является вариантом оборота I have to have to то есть have и после have идет частица to это должен вынужден необходимо так сделать разговорным вариантом этого оборота который кстати мы проходим в обеих грамматиках в красном и синем мерфи является такая конструкция как I have got to то есть мы добавляем got который здесь особо никакой функции вообще не несет почему мы добавляем этот got потому что слово got очень популярно в английском особенно в американском и его добавляют очень часто даже туда куда не следовал бы это делать и за счет того что появляется got have мы как правило сокращаем и фраза I have got to в полном варианте звучит редко чаще вы услышите I've got to I've got to то есть got будет слышно здесь две эти т как бы накладываются одна на другую поэтому got to как одно слово произносим и I've тоже где-то это вы будет скользить иногда может быть в речи это будет практически не слышно но в итоге многие слышат I got to и думают что это вариант I have to но на самом деле вот это вот have перед got она где-то должно быть I've got to я должен мне нужно это сделать после to указываем что нужно сделать I've got to go я должен идти I've got to go I've got to buy something to drink мне нужно купить что-то попить то есть нужно мне это понимаете в горле пересохло I've got to buy something to drink I've got to mail some cards to my friends мне нужно отправить по почте открытки моим друзьям cards здесь имеется в виду не карточка а открытка как почтовая открытка I have got to mail some cards to my friends I've got to apologize for troubling you so much я вынужден извиниться за то что так сильно вас побеспокоил I've got to apologize apologize это извиниться за что-то apologize for сразу после for так как здесь for предлог мы обязаны следующее действие за что мы извиняемся за такое действие мы должны его указать в форме герунди apologize for troubling извиняться за беспокойство trouble беспокоить создавать неприятности I've got to apologize for troubling you и в высшей степени so much то есть прям такая вежливая-вежливая фраза you've got to try this dish it's tasty ты должен попробовать это блюдо оно такое вкусное то есть видите каждый раз я переводила я должен ты должен мне нужно я вынужден как вариант вот в самой вежливой фразе и что у нас здесь на картинке sometimes you've got to go through hell to get to heaven иногда приходится идти через ад чтобы добраться до рая кстати действительно так оно и есть или через тернии к звездам I've got to я должен мне нужно это сделать I've got to go I've got to buy something to drink I've got to mail some cards to my friends I've got to apologize for troubling you so much you've got to try this dish it's tasty as повторяющийся союз или предлоги так как или такой как и как вариант очень частая популярная фраза которая используется в речи as soon as possible как можно скорее здесь у нас очень много примеров будет именно вот в таком варианте а сам оборот as мы уже встречали в первой части этого видеокурса есть блок посвященный as as he is as I'll be back as soon as possible я вернусь как можно скорее I'll be back я вернусь be back возвращаться как помните терминатор говорил I'll be back I'll be back as soon as possible I'll work as hard as I can я буду работать так усердно как только могу as hard as так усердно как помните что между as as у нас будет стоять либо прилагательное либо на речи I'll work as hard as I can я буду работать так усердно как могу hard это на речи потому что перед этим мы видим глагол work после глагола дополнительной уточняющей характеристикой является на речи try to be as careful as possible постарайся быть как можно аккуратнее таким аккуратным как возможно possible возможно после be это глагол исключения после него в качестве характеристики всегда идет прилагательное try to be попытайся быть as careful таким аккуратным as possible как это возможно come as quickly as possible приходи как можно скорее as quickly as possible так быстро как возможно как можно быстрее run as fast as you can беги так быстро как только можешь то есть беги на максимальных скоростях и еще у нас картинка stop playing the words as soon as possible перестань играть словами как можно скорее то есть прекрати играть словами хорошая кстати фраза слово не воробей вылетит не поймаешь as as так как и вариант as soon as possible как можно скорее вместо soon видите может стоять любое наречие или прилагательное что нужно по грамматике I'll be back as soon as possible I'll work as hard as I can try to be as careful as possible come as quickly as possible run as fast as you can фраза 43 I'll let you know я вам сообщу то есть ждите от меня информации после no естественно будет пояснение что именно я вам сообщу как правило мы даем его через отдельное предложение которое начинается с союза I'll let you know when I'm living for Beijing я вам сообщу когда я отправляюсь в Пекин I'm living я отправляюсь live уже встречался этот глагол Beijing, Пекин I'll let you know if I can make it for dinner я вам сообщу получится ли у меня прийти на ужин итак I can make it не имеется в виду буквально что я буду делать это что это да, непонятно но make it именно с формальным словом eat которое вроде бы как ни к чему не относится этот оборот переводится как получится I can make it у меня получится I'll let you know if I can make it я вам сообщу получится ли у меня и пояснение for dinner дает нам понимание что получится прийти на ужин то есть видите оборот I can make it требует дополнительных слов и переводится совсем не так как казалось бы его можно перевести I'll let you know if I get bored я вам скажу если мне станет скучно I'll let you know when I get hungry я вам сообщу когда я проголодаюсь что мы видим мы видим вот тут следовало наверное написать видим мы правила условных приложений первого типа это выражается в том что первая часть I'll let you know будет стоять в форме future simple в будущем I'll let LL это will а вторая часть которая начинается с when или с if будет задавать условия при каких условиях я вам сообщу после when или после if я говорю об этом условии и также условия я даю в форме present хотя действие может относиться и к будущему I get bored мне станет скучно вроде бы будущее но за счет того что if мы должны использовать get в форме present simple еще раз повторяем эти примеры I'll let you know я вам сообщу I'll let you know when I'm leaving for Beijing I'll let you know if I can make it for dinner I'll let you know if I get bored I'll let you know when I get hungry надеюсь друзья мы не устали мы уже практически дошли с вами до конца этого урока нам осталось вот этот оборот и еще 5 и так 44 фраза I'd be grateful я был бы благодарен также используется без изменений и смотрите что интересно интересно что после I'd be grateful мы также через if используем условные предложения но здесь мы будем использовать правила условных предложений второго типа также мы уже о них говорили иногда после grateful мы можем сразу указать существительное за что я буду благодарен конкретно указываем конкретным словом в этом случае мы должны использовать прелог for I'd be grateful for your help я был бы благодарен за вашу помощь то есть если вы поможете я буду благодарен I'd be grateful for your help здесь эта фраза за счет того что она использована в условных в форме условных предложений второго типа выражает вежливость I'd be grateful if you'd be quiet я была бы я была бы благодарна если бы вы были потише если бы вы помолчали be quiet быть тихим то есть не шуметь была бы благодарна если бы вы не шумели I'd be grateful if you'd be quiet здесь интересно you'd you would то есть мы видим опять же would но оно здесь просто передает прошлое время past simple и после would у нас будет стоять глагол в инфинитиве I'd be grateful if you'd give me a hand я была бы благодарна если бы вы мне помогли give a hand не обязательно переводить как буквально если бы вы дали мне руку какую такую руку да но очень часто мы понимаем этот оборот как протянуть руку помощи да то есть вот когда вам помогают протягивают руку помощи не обязательно это физически выражается в том что вам дают руку да помощь может быть оказана по-разному I'd be grateful if you'd give me a hand была бы благодарна если бы вы оказали мне помощь протянули бы руку помощи I'd be grateful if you'd take care of my baby я была бы благодарна если бы вы последили за моим ребенком позаботились бы о моем ребенке потому что мне надо уйти мне его не с кем оставить я оставляю его вам я за него переживаю это все-таки baby грудничок I'd be grateful if you'd take care of my baby I'd be grateful if you'd danced with me я был бы благодарен если бы вы со мной станцевали и еще раз повторяем все примеры I'd be grateful был бы благодарен I'd be grateful for your help I'd be grateful if you'd be quiet I'd be grateful if you'd give me a hand I'd be grateful if you'd take care of my baby I'd be grateful if you'd danced with me sentence structure number 45 I'm afraid боюсь что в русском языке это что появляется в английском ничего не появляется сразу после afraid указываем чего же мы боимся I'm afraid you didn't quite get this meaning боюсь что вы не вполне ухватили суть не вполне поняли этот смысл get the meaning как ухватить суть да get как понять ухватить главное I'm afraid you didn't quite get боюсь что вы не совсем это значение quite немножко смягчает нашу фразу потому что если я скажу без quite I'm afraid you didn't get this meaning боюсь что вы вообще ничего не поняли да а тут quite get как бы вы не совсем поняли то есть что-то поняли но не до конца мини диалог я могу поговорить с Элизабет пожалуйста боюсь что ее сейчас нет в данный момент ее нет итак вопросы с could очень вежливы мы это тоже помним could I speak to Elizabeth я мог бы поговорить с Элизабет и please дополнительный элемент вежливости и нам отвечают также вежливо I'm afraid боюсь что she is not in ее здесь нет at the moment в данный момент be in это быть здесь внутри в этом помещении I'm afraid we're going to be late боюсь что мы опоздаем оборот be going to be это первое are здесь передает ощущение неизбежности неизбежно случится вот то что после to we're going to be late то есть мы опоздаем вообще вылетает при переводе но вот этот вот антенок смысла вы должны понимать I'm afraid we're going to be late боюсь что мы опоздаем I'm afraid I can't make it боюсь у меня не получится вот кстати can't make it то что мы видели в 43 фразе I'll let you know if I can make it for dinner I'm afraid I can't make it боюсь не получится у меня повторяем еще разочек I'm afraid боюсь что I'm afraid you didn't quite get this meaning could I speak to Ellie the best please I'm afraid she is not in at the moment I'm afraid we're going to be late I'm afraid I can't make it 46 фраза I'm calling to я звоню чтобы итак после to мы будем говорить с какой целью мы звоним то есть я звоню для какой цели в английском языке нередко мы используем to плюс инфинитив чтобы указать цель для чего мы это делаем I'm calling to say goodbye to you я звоню чтобы сказать тебе до свидания say goodbye то есть попрощаться я звоню чтобы попрощаться с тобой этот вариант мне нравится больше I'm calling to tell you that the concert begins at 7 o'clock я звоню чтобы сказать тебе что концерт начинается в 7 часов итак здесь the concert begins концерт начинается или начнется мы с вами помним что в английском языке будущее можно передавать с помощью present simple если мы говорим о расписании вот здесь как раз тот случай концерт начнется по расписанию в 7 часов поэтому нелогично здесь говорить the concert will begin так никто не скажет скажут the concert begins at 7 o'clock and I am calling to tell you я звоню тебе чтобы сказать то есть для какой цели звоню для того чтобы сказать и дальше мысль I'm calling to book two tickets for tonight's film я звоню чтобы забронировать два билета на сегодняшний фильм на фильм сегодня вечером итак book в данном случае переводится как бронировать book tickets бронировать билеты то есть я приду потом расплачусь а сейчас я просто хочу как говорится застолбить эти билеты book tickets билеты на что for tonight's film tonight тот который будет сегодня вечером tonight's film соответственно фильм сегодня вечером I'm calling to warn you of the coming storm я звоню чтобы предупредить вас о надвигающемся шторме coming storm то есть приближающийся надвигающийся шторм I'm calling to warn you warn это предупреждать warn of something предупредить о чем-то повторяем еще разочек нашу фразу и примеры I'm calling to я звоню чтобы сделать это для такой-то цели I'm calling to say goodbye to you I'm calling to tell you that the concert begins at 7 o'clock I'm calling to book two tickets for tonight's film I'm calling to warn you of the coming storm фраза 47 отличная фраза которую многие используют не совсем скажем так правильно I'm looking forward to жду с нетерпением очень похожа фраза на I can't wait to не могу дождаться особенность данной фразы I'm looking forward to в том что после forward и после to мы используем герунди то есть глагол с окончанием in мы также говорили об этом в 30-м юнити грамматики английского языка advanced зеленых youings в том же самом уроке вы найдете ответ почему так почему здесь после to стоит герунди это случай очень нетипичен для английского языка очень часто фраза I'm looking forward to встречается в письмах в конце письма I'm looking forward to hearing from you I'm looking forward to seeing you soon и так далее I'm looking forward to working with you жду с нетерпением того чтобы поработать с вами I'm looking forward to working with you I'm looking forward to coming to China again я жду с нетерпением того чтобы снова приехать в Китай I'm really looking forward to the holidays я очень жду каникул смотрите здесь в третьем примере после to мы указываем существительное такой тоже вариант доступен при этом to в данном случае работает как предлог и несмотря на то что фраза визуально очень длинная I'm looking forward to doing все равно она популярная она хорошая она вежливая в некоторых случаях как например в конце писем и она передает наше вот это нетерпение ожидание когда вас прям вы так ждете так ждете you're looking forward to doing it и так запоминаем единственную особенность что после to который здесь является предлогом у нас стоит глагол с инг глагол в инговой форме либо существительное повторяем еще раз I'm looking forward to жду с нетерпением того чтобы I'm looking forward to working with you I'm looking forward to coming to China again I'm really looking forward to the holidays сорок восьмая фраза I'm not really happy with я не вполне довольна этим не очень я этим довольна когда вы не вполне ощущаете счастье по этому поводу не вполне то чего вы ожидали I'm not really happy with that смотрим как это работает I'm not really happy with their performance мне не очень понравилось их выступление я не вполне им довольна performance выступление I'm not really happy with your behavior мне не очень нравится твое поведение может например сказать учительница в школе потому что она не может напрямую ребенку сказать ты вообще обалдел да что это такое сейчас набью тебя по попе это не педагогично друзья мои поэтому учительница будет очень тактично говорить I'm not really happy with your behavior я не очень довольна твоим поведением намек мол исправься I'm not really happy with your present situation я не вполне довольна твоим текущим положением текущей ситуацией I'm not really happy with their service мне не вполне понравился их сервис я не очень этим сервисом довольна I'm not really happy with my life я не вполне довольна своей жизнью то есть что-то меня в ней не устраивает видим что начало у нас всегда идет без изменений меняется только последнее слово которое будет существительным и что у нас на картинке I'm not happy with my relationship but I love him я не вполне довольна нашими отношениями но я его люблю вот такие вот причуды любви друзья мои повторяем еще раз примеры наши I'm not really happy with я не вполне этим довольна I'm not really happy with their performance I'm not really happy with your behavior I'm not really happy with your present situation I'm not really happy with their service I'm not really happy with my life 49-я фраза I'm thinking about я обдумываю я обдумываю обратите внимание что think здесь стоит в форме continuous и этот момент очень важен потому что когда мы think ставим в форму continuous present continuous то мы говорим не я думаю а я обдумываю то есть у нас какая-то мысль крутится и мы с этой мыслью живем мы ее обдумываем поэтому обратите внимание на перевод I'm thinking about я обдумываю эту идею после about будет стоять глагол в форме герунди I'm thinking about moving to a new house я думаю о том чтобы переехать в новый дом то есть у меня есть эта мысль я об этой мысли постоянно думаю I'm thinking about moving я думаю о переезде I'm thinking about taking a science course я думаю о том чтобы пройти курс науки то есть учебный курс связанный с наукой science у них в школах американских это какой-то микс между физикой химией и биологией у них это называется science course то есть как курс науки I'm thinking about getting a divorce я думаю о том чтобы развестись естественно такое решение сгоряча не принимают поэтому с этой идеей люди могут довольно-таки долго жить и довольно-таки долго ее обдумывать и мы хотим показать что мы находимся именно в процессе обдумывания данной идеи повторяем еще разочек наши фразы I'm thinking about I'm thinking about moving to a new house I'm thinking about taking a science course I'm thinking about getting a divorce и последняя фраза друзья мои 50 I really go for довольно-таки я намучилась с этой фразой потому что очень трудно подобрать русский аналог но смотрите что может быть в качестве перевода I really go for it я бы не отказалась от этого я не против я бы это попробовала мне это нравится go for работает как синоним like или даже try то есть нравится быть приятным или попробовать или даже сделать все что нужно чтобы получить это смотрим как это работает I really go for Beethoven мне очень нравится Beethoven здесь really go for это как like I really go for this house it's terrific мне очень нравится этот дом он великолепен she goes for tall and handsome man ей нравятся высокие и красивые мужчины she goes for то есть как можем даже переводить как она на них западает на этих красивых и высоких мужчин какая бы девушка не запала правда и последний пример I don't go much for modernism мне не особо нравится модернизм я не сильно к нему склонна можем заменить как синоним I don't like I don't like it very much I don't go much for modernism и картинка I could really go for a glass of wine and million dollars я бы не отказалась от бокала вина и миллиона долларов а кто бы не отказался я бы тоже не отказалась друзьям итак запомним что максимально близким синонимом в большинстве случаев к фразе I really go for it это like I like it I really go for Beethoven I really go for this house it's terrific she goes for tall and handsome man I don't go much for modernism окей, друзья мои на этом вторая часть нашего курса Sound Natural подходит к концу напоминаю вам что этот курс находится в полном объеме на моем канале OK English курс абсолютно бесплатный в каждом отдельном уроке мы разбираем детально ту фразу и примеры которые мы с вами сегодня разобрали а также дополнительно разбираем диалог все примеры мы обязательно слушаем для вас их читают дикторы носители языка для того чтобы друзья мои еще раз немножечко все это уложить потому что материала много мы данные примеры перечитаем но не полностью естественно а только фразой так если вы готовы то How dare you Как ты смеешь How do you like Тебе нравится How long does it take Сколько времени занимает How often Как часто I bet Спорим I can hardly believe that С трудом верится что I can't help Я не могу не I can't say Не могу сказать I can't wait to Я не могу дождаться чтобы I dare say Осмелюсь предположить I'd like you to Я бы хотела чтобы вы I'd hate for you to Мне бы не хотелось чтобы вы If it hadn't been for Если бы не If there is one thing that It's Если есть что-то То это I have no idea Понятия ними I have got to Я должен As As possible Настолько Насколько возможно I'll let you know Я вам сообщу I'd be grateful Была бы благодарна I'm afraid Боюсь что I'm calling to Я звоню чтобы I'm looking forward to Я жду с нетерпением чтобы I'm not really happy with Я не вполне довольна этим I'm thinking about Я обдумываю эту идею I really go for it Не откажусь Мне это нравится Материала как видите очень много Но я думаю для того чтобы собрать в кучу уже огромное количество знаний которые я уверена у вас накопились Такие уроки придутся Кстати Если занятие вам понравилось обязательно оставьте лайк оставьте комментарий Мне очень приятно узнать что мои идеи мои курсы вам очень нравятся Мне как учителю это как говорится главная похвала Не забудьте подписаться на мой канал если вы впервые зашли посмотрели урок Напоминаю что полный курс в полном объеме вы найдете на моем канале в отдельном плейлисте Плейлист может на данный момент быть не закончен но я его обязательно доведу до конца постепенно запишу все 100 уроков где мы разберем все 100 топ-фраз для разговора которые обязательно вам пригодятся Занятие провела Елена Викторовна Желаю вам успехов в изучении английского языка I hope everything will be ok and you will succeed in your studies See you next time in our new lessons Ok, bye-bye Игорь Негода